Хит-ТВ представляет Что вы знаете о Таиланде? Тори! Вкусная еда! Рыба! Стоп! Хватит! Принесите мне молоко Спасибо Натуральное Но я больше люблю домашнее За ним придется ехать на рынок Возьмите А вы не переключайтесь Телевизор настроен верно Мое отступление от формата программы В ее формате А вы знаете, что тайцы не употребляют молочных продуктов Заменяя их на сои А что школьники Таиланда Носят одинаковую одежду и прически А на важных документах Ставят красную печать А вера в паранормальные явления Вообще Дело государственного масштаба Все коммуникации Электрические, телефонные провода И прочее Расположены на открытом воздухе Внизу Орудуют демоны И беспокоить их не следует Здравствуйте Это проект Другие И его ведущий Андрей Ломайский Начинаем Сегодня в программе Кости все выворачивает Вот все С пеней Какая-то тягость пошла Не пойму, в чем дело Но люди Понять не могу Люди вроде живые И в то же время Есть и как неживые Что ли Они здесь? Просила там Ну, передать что ли Но не отпускала Вам до сих пор страшно Потому что иногда Вам снится Мне кажется, что эта девушка Где-то живет Просто в этом районе Я напоминаю вам Что наш проект Это не игра На выбывание Экстрасенсам Будет дана возможность Реабилитировать себя В следующих выпусках Так было на прошлой неделе Свои предположения Высказали экстрасенсы Много и писем Пришло к нам на почту Кто оказался ближе Вы Или другие Посмотрите еще раз На наших статистов Егор Мария Анар Арсен Мадияр Задание звучало так Определить Кто есть кто С ним экстрасенсы Справились с натяжкой Случай с Егором Ближе всего К истине оказался Денис Он назвал молодого человека Фитнес-тренером Однако чернокнижник Не почувствовал Что помимо прочего Егор Преподаватель Физкультуры в школе Светлане повезло С другим статистом Она почувствовала Что Мадияр В данный момент Ищет работу Ни один из наших участников Не увидел в Арсене Экспедитора Отдела Таможенного оформления Они называли его То телохранителем То водителем Кроме того Никто не назвал И профессии девушек На самом деле Анар Психиатр А Мария Редактор И видеоинженер На телевидении Но ни одна из них Никогда не работала В банке Или продавцом Консультантом Как почувствовали Другие А теперь новый этап В нашем мистическом Реалити-шоу Кому из экстрасенсов Фортуна будет благосклонна Хотя Фортуна В рамках нашего проекта Понятие номинальное Мы не надеемся На слепую удачу Внимание на экран Оживленный перекресток На одних из самых Загруженных улиц Алматы Что здесь могло произойти Авария Слишком очевидно Наезд на пешехода Тоже Драки Потасовки Легко В один из февральских дней В центре города Разверзлись Врата В ад Еще одно ЧП Произошло в Алматы Из-за аварии На теплотрассе Пострадали 9 человек Среди них Несовершеннолетние Все они получили ожоги Различной степени тяжести 19 многоквартирных домов Алматы Один детский сад И несколько предприятий Остались без тепла На оживленном перекрестке Прорвало подземную трубу И кипяток Лынул на прохожих Нулевая видимость Нескончаемые сирены Паника В этом хаосе Водитель просто не успел среагировать Автобус ушел под землю Эти минуты по ту сторону асфальта Его пассажиры запомнят навсегда Травмы Испуг Шок Как запомнят эти же ощущения И другие его жертвы Подобная нетипичная Для перекрестка авария Далеко не первая Нед О том, что произошло на теплотрассе Не говорил разве что ленивый Но удастся ли нашим экстрасенсам Почувствовать энергетику этого места Сейчас узнаем Здравствуйте Вам не терпится, наверное, узнать Кто из вас был первым В прошлом испытании Это были не вы, Дмитрий Не вы, Денис Оксана Вы нас очень сильно удивили В первом испытании Показали очень масштабные свои возможности Но в данном случае Вы проиграли У вас не получилось Вы много очень суетились В этом случае Это были вы Прежде чем вы Определите очередность Наших следующих участников Я хочу объявить одну новость У нас на программе Новый участник Марат Дюсимбинов В прошлой программе Вы не принимали участие По причине Вашего неадекватного поведения Вы сами знаете О чем я говорю По правилам проекта Мы не имеем права Допускать вас Но я даю вам шанс При условии Если вы мне дадите слово Что этого больше не повторится Также сегодня Среди нас нет Натайалы Ее не будет И в следующих проектах Можете отвечать Натайла на тех съемках Сама говорила о том Что у нее болят ноги И ей тяжело проходить испытания Из-за То что болят ноги В борьбе с ног Или что-то в этом духе Я не буду озвучивать Комментарии По этому поводу Также Из программы Уходит Дмитрий Не навсегда На время Вы понимаете Что мы не можем Остановить съемочный процесс В связи с вашим отсутствием Не скрою Что следующее испытание Также с подвохом У каждого из вас Будет по 10 минут На реализацию Своих возможностей Вперед Мы на первой локации Начинаем Задание Определить Что произошло На перекрестке Сейфулина Реймбека На исследование места Экстрасенсам дано 10 минут Денис Суслов Направление Чернокнижник Целитель Предсказатель И поисковик Работает со свечами Хрустальными шарами Кинжалами И кадилом Много заболеваний Можно лечить Но не каждому Оно подходит Мой метод лечения То есть Может быть Два человека с инсультом То есть после инсульта Который поддается Моему лечению А есть Который не поддается Были такие моменты Когда человек 7 лет Лежал Парализован Он вставал А этому 3 года И я его так поднять не могу В прошлом выпуске Денис показал Неплохие результаты Но не точные На этот раз В помощь себе Он взял крест Который привез Из Иерусалима Экстрасенс уверен Он поможет ему Сконцентрироваться Непосредственно на задании И абстрагироваться От других видений Что же касается футболки Обычно она приносит ему удачу А в этот раз Это помогает вам в работе Крест помогает Майка не очень Хорошо Это сейчас ему весело И минуты не проходят Как улыбка Исчезает с его лица Нет Кости ломит все Кости ломит? Все кости ломит Жар Паника Удушье Денису становится Хуже с каждой минутой Но от предложения Ведущего Остановить испытания Он решительно Отказывается Если вам будет плохо Мы остановимся Пройти хотите Я помогу Давайте Немножко Пройдемся Вот в эту сторону Можно Немножко Продолжение следует Какое-то ощущение Какого-то огня Огонь Что-то жгет Ощущение огня Что-то вот прям Как будто Что-то свернуло Кости все Выворачивает Вот все С спины Какая-то тягость пошла Не пойму В чем дело Ну вот Прям огонь чувствуется Огонь Конечно Не пар Но кто знает Что сейчас происходит В голове Дениса Атмосферу-то он Верно описывает Два силуэта Два силуэта вижу Два силуэта Чего? Кого? Какие-то духи На духах похожи Первоначально Когда подошел Ощущение Жара пошло По телу И он начал Не сверху А вот снизу Не как-то по бокам А вот прям снизу Пока не могу сказать Что это духи Силуэта им показывать Такими Как бы Как тенью Он просит минуту тишины И выдает Очередные подробности Просто не верится Как человек Живущий не в Алматы И никогда не бывающий В этом месте Может так точно Описывать происходящее Нитками тянет Резиной Резинкой тянет Левая сторона У меня пошла Так как я вот так Вот таким макаром Стоял возле этой ямы Получается И С левой стороны Когда я повернулся Вот так вот Сразу Земля из-под ног уходит Ему удалось Выдержать испытания До конца Но когда экстрасенс Снял повязку Лучше ему Не стало Во второй части программы Здесь вот где-то поблизости Был несчастный случай Вот то что я говорил Три человека погибли Просила там Ну передать что-ли Но не отпускала Оно все время Работающая Энергетика Которая периодически Себе подтягивает Как бы жертвы Потому что оно Как вот Как жертва приношении Все время хочет Кушать Это место Учащенный пульс Сильный озноб Сбивчивая речь Головокружение От госпитализации Денис отказывается Объясняя это тем Что он переступил черту И медицинское вмешательство Тут бессильно Губку выжимают С нее же все выходит Вот эта вода Все-все-все Так же и у меня У меня начинает Автоматический самовыход Дмитрий Гунденко Направление Экстрасенс Работает с картами Таро Свечами на ментальном уровне У меня на ментальном уровне Идет картинка То есть картинка Перекресток Перекресток Светофор Город Город этот Ни одного человека Нет утра Солнце только встает На часов 8 утра Солнечного дня Вот Я на этот перекресток Обычно вытаскиваю Тех людей Кто мне нужен И начинаю с ними работать На ментальном уровне Время пошло Дмитрий пообещал Сегодня выложиться На все 100% Отголосками Этого служит нервозность Которая сказывается На его ощущениях Не включайте логику Или интуицию Хорошо Здесь вы и так слышите Что есть Движение транспорта Работает транспорт Да, 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 да Такое впечатление Что сбоку дома Что? Сбоку дома Что-то было Сбоку дома Тут дом? У меня просто Рисунок какой-то Нарисовался Что вот за вот Этой вот ямой Что-то там Не могу понять Что-то вот Просто квадратик Какой-то стоит Что-то вот туда Первый промах Но Дмитрий Отступать не намерен Он уверен Рядом есть дерево По нему Можно считать информацию Не удалось Может асфальт поможет? Тоже мимо Знаете Мне почему-то По рисунку Шло Вот там Стоит двухэтажное здание Непонятно какое Оно было черным И меня стрелки Туда вели Иди туда В то здание На восьмой минуте испытания Дмитрию таки Удается вернуться В нужное место Здесь вот где-то Поблизости Был несчастный случай Вот то что я говорил Три человека погибли Но они Вот где-то здесь рядом Вот где именно Понять не могу Дальше идет страх Идет страх того Что если я сейчас Сделаю шаг Я провалюсь в эту яму Картинка идет дальше Не шагай вот в эту сторону Тебе там делать нечего Что там Не твое место А что там яма Какая-то яма В которую Как будто как провалились Кто-то Как ушел кто-то туда Вижу стоит белая машина В этой белой машине люди Что-то Белая машина где? Вот здесь где-то Вот рядом Может быть чуть-чуть подальше Вот где-то так Ну видимо Какую что-то здесь было Еще раз Вернитесь в состояние свое Уберите логику Включитесь У вас 30 секунд Знаете В этот раз Как бы Немножко Как сказать Наполовину справился То есть я Если в те разы Я ничего не видел Вот испытания на перекрестке С памятником То есть я не видел ничего В этот раз Я увидел Я смог увидеть Хотя бы часть истории Только Может быть Хотя я всю ее увидел Просто я ее не совсем понял Светлана Письменная Направление Эксперт психологического моделирования Работает с картами Свечами Избавляет от воздействия магии Моделирует финансовый успех До начала испытания Светлана просит минуту Чтобы сконцентрироваться Начали Какое-то Тревожное состояние Как энергия смерти Что ли Покажите Руками Сторону Где у вас Эти ощущения Вот здесь Большое Скопление Народа Причем Причем Это не то Что вот Какая-то Аварийная Ситуация Какое-то Вот именно Какое-то Скопище Что ли Смертей Ну Может быть Это в недавнем Прошлом Ощущение Тревоги И оно Все время Как-то такое Достаточно Давящее Страшно Страшно Вот это слово Идет Страшно Страшно Я почувствовала Я почувствовала Энергии Смерти Причем Такие Вызваны Таким вот Мощным Потоком Который Шел Вот Снизу Светлане Недостаточной Информации Она просит Пройтись И отправляется Не в ту сторону Если будут Если будут Какие-то Препятствия Я буду Вас Предупреждать Хорошо Почувствовав Что энергия Пропадает Она принимает Решение Вернуться Обратно Еще раз Попробуйте Сосредоточиться Что вы ощущаете Какой вид у вас Какая картинка Начали Ну Мне показывают Что-то типа Туннеля Подземный Какой-то Переход И вот Какая-то Вот Именно Работа С землей Идет Идет И вот Именно Оттуда Из-под Земли Или Из земли Идет Вот Какая-то Ну Ну Плохая Структура В смысле Не для жизни Она Светлана Наше время На исходе Можете снимать Повязку Ну там вообще Видимо Какое-то Такое место Подозрительное Оно Все время Работающая Энергетика Которая Периодически Себе Подтягивает Как бы Жертвы Потому что Оно Как вот Как жертва Принешения Все время Хочет Кушать Это место Марат Дюсимбинов Направление Потомственный Предсказатель Целитель Работает Со свечами Пульсом Человека Мы Потомственным Предсказателем У нас По роду Идут По мужской Линии То есть Перед нами Один Человек Который Обладал Этим Умирает После Сорока И в сорок Приходит К другому Для Марата Это первое испытание Приступает к нему Потомственный Предсказатель Сразу И без предисловий Ощущение Что стройка Стройка Да Как будто Что-то Пересечение Каких-то Дорог Вы слышите Движение Машин Транспорта Да Какой-то Перекресток Экскаватор Камаз Как будто Мост Ну Было Что Это Было Это Немножко Себя Неуютно На этом месте Почувствовал Почувствовал Неуютно Как будто Здесь Может здесь Авария Была Когда-то Ну Сама по себе Дорога Говорит об аварии Это Марат Одна просьба В связи с тем Что вы Первый раз Не включайте Логику Включите Свою силу Вы же Показали Результаты На кастинге Было Такое Включите Соберитесь Прошу вас Нет Не получается У Марата Почувствовать Не столь Давние События Более того Он сбивается Окончательно Как будто Было здание Теперь здания Здесь нету Как будто Снесли Типа здание Да Здание Снесли И сейчас Сделает Сравняли И пробивает Дорогу Что ли Он выдвинул Еще несколько Версий Но все они Оказались Далеки от истины Не знаю Мост почувствовал Почувствовал С автомобилем Связано И как будто Ну в общем На этом месте Люди должны были Попасть в больницу Гульчихра Мирсалиева Направление Потомственная целительница Экстрасенс Работает с водой И молитвами Дар он у меня С детства Как бы Но оно Начало выявляться Как бы С детства Ну основной Уже лет 7-8 Как бы Я это приобрела Гульчихре И минуты Не понадобилось Чтобы с точностью Описать Где она Находится Это очень большая Известная Дорога С этой стороны Как будто Непосредственно Алмату Связывает Один конец До другого Конца Так Потому что Очень шумно Движение Ну почему-то Вокруг очень много Заборов Сейчас в данный момент Не вижу Но почему-то Высотные Заборы были Оно как идет Со всех сторон Как будто Вот переделывает Все На этой стороне Прям как будто Полуугол Что ли Какое-то Большое здание Возможно Синего цвета С каким-то Темными окнами Возможно Почему-то Синее идет И в то же Время Темное Ну где-то Рядом Еще мост Какой-то Мост Что-то С мостом Связано Хорошо Потому что Так движение Так движение Вот идет И как будто Вот сверху Еще что-то Мост Или строит Будет Или строит Ну мост Он в общем С этой стороны Вот как бы Полу здание Такое вижу Такой вот Цвет синеватый То что были Мосты Оно виделось Но почему-то Я здание Перед собой Увидела Не то Что сейчас Я видела А то Что в моем Это как Синее с черным Почему-то Увидела У вас есть Возможность Еще пройти Не обязательно Стоять На одном месте Нет Куда бы ни Пошла Будет идти Информация Та же Эту сторону Я не пойду Вообще Почему Расскажите Нам Энергетически На этой стороне Я же говорю Много что было Вот именно Не то что Смерть А удары Какие-то Были Четвертая Минута Испытания Кульчихра Добралась До истины Кульчихра А может быть Вы это Включаете Больше логику Логическое мышление Дорога Машины Это понятно Но мне там плохо Туда я не могу Посмотреть Та сторона Плохо Да Мне Энергетически С той стороны Плохо идет Там что могут быть Духи Там может быть Там может быть То что Неспокойная Душа Которая Как бы Не ожидал Чего-то Вот Случилось Резко Вот Такое Поэтому Они Чувствуются Энергетически Было мне тяжело Я не могла Туда смотреть Но когда я Это все Отступила И начала Ити Душа Его Неспокойна Тем Что Человек Там Который Обжегся Да У него Душа Неспокойна То Что Он Много Не Доделал Много Не Сделал И Вот Ему Хочется Вот Это Вернуть Либо Сделать Либо Что Что-то Передать Потому Что Он Не Успел Не Ожиданность Была Для Него И Вот Резко Его Эта Как Бо Энергетическая Ну Вот Как Душа Его Пришла И Мне Стало Не По Себе Но Так же Как Денис Гульчихран Не Может Считать Причину Произошедшего Все По Этому Месту Экстрасенсу Добавить Нечего Но Внезапно Она Указывает В сторону Где Расположен Следственный Изолятор Здесь С этой Стороны Чуть Чуть Туда Как Будто То ли Это Медицинский Центр Был То ли Что-то Связано С Медициной Там Есть Учреждение Ну Небольшое Здание Потому Что Ну Вот Болезнь Идет Забегая Вперед Скажем Что Гульчихра Объяснит Свой Промах Во втором Успытании А пока Завершение Первого Вполне Удачного Но Не Для Ее Здоровья Как Она Объяснит Позже Это Дано Ей Свыше Переживать Все Ощущения Через Себя Те Которые Неспокоены Они Выйдут На Контакт Те Которые Спокойно Добровольны Ну Как бы Умер По воле Аллаха Ну По жизни Да Они Не Придут На Контакт Те У кого-то Осталось Что-то Недосказанное Что-то Недоделанное Они Приходят Оксана Рудниченко Направление Ясновидище Экстрасенс Работает С картами Таро Составляет Натальные Карты И делает Индивидуальные Обереги Я Подключаюсь К информационным Каналам Получаю Информацию И еще Использую Таро В своей работе Ну Для облегчения Получения Информации Оксана С рождения Видела мир Не таким Каким Его видят Остальные Однако Родственникам Девочки Было Невдомек Что Рассказы О видениях И голосах Не просто Плод детской Фантазии И настойкой Валерьяны Тут Не обойтись Просто Это как бы Всегда Было При мне Я Просто Я считала Что это Могут Все Потом В более Взрослом В возрасте Уже Стала Осознавать Что Оказывается Не все Видят Не все Это Слышат Я Стала Понимать Что Да Наверное Все Так У меня Какой-то Дар Возраст Лев Оксана Научилась Молчать О Необычных Способностях Однако Любопытство Оказалось Сильнее Тем более Дар Требовал Выхода Потоки Информации Буквально Одолевали Ее Я В любой Момент Могу Войти В такое Состояние Когда Я могу Считать Информацию С человека Иногда Это Бывает Как В виде Голоса Иногда Как В виде Картинок Ну Это Скажем Так Грубо Потому Что Совершенно Другое Состояние Это Даже Объяснить Не Возможно Ну Нет В Человеческом Языке Вот Таких Понятий Ну Скажем Так Что Это Картинки Просто Ты Знаешь И Все Субтитры Оксана долго не может сориентироваться на местности. Оно и понятно. Постоянно работающая спецтехника. Шумный перекресток, внезапные зрители. Но ей удается настроиться на правильную волну. Есть какой-то негатив, но он как снизу поднимается. Негатив снизу? Да, снизу почему-то. Такое ощущение, как будто из-под низа он идет негатив. Именно это место? Вот с этой стороны, вот с этой стороны, вот из-под низа какой-то негатив. Но я не вижу эти смертей, нет вообще. Я не чувствую, я слышу страх, только страх. Все. Причем такой, он недлительный. Вот как-то вот страшно, страшно мне. Страшно, страшно. Что страшно, что страшно. Было ощущение неожиданности, да, и опасность из-под земли. Знаете, вот прям вот темнота, вот негатив из-под земли вот пер. Я сначала думала, может там река какая-то. Может, вот я прямо чувствую, что там вот что-то вот такое, вот из-под земли именно идет вот ощущение страха. Именно страха неожиданного. И вот не такой, который длительный. А раз неожиданно, быстро страх, а потом он уже начинает проходить. А ваши внутренние ощущения, состояние здоровья при этом не изменилось? Нет, мне не меняется, мне неплохо. Ну вот именно вот страх какой-то идет, страх тут сидит. Вот как от неожиданности, как будто резко что-то произошло. От неожиданности, страх, шок, да, ну вот из-под низу он идет, отсюда. Как будто там глубоко что-то. Все равно как-то опасность как-то хочется увидеть где-то вот тут рядом. То, что из-под земли, почему из-под земли, непонятно. Оксана использовала не все время, но больше сказать экстрасенсу нечего. Основную опасность я почувствовала именно вот из-под земли. Я считаю, это достаточно неплохо, тем более, что у меня практики маловато. Я считаю, что да, я с собой сегодня довольна. Все, ну смерти я вообще не почувствовала. Двое из вас справились с заданием. Другие нет. Почему? Неужели вы не слышали об этом месте из новостей? Показывали по всем телевизионным каналам. Давай, кто-то помоги. Была пресса. Как двое из вас, не будучи алматинцами, знали об этом? Вы, проживающие здесь, нет. Что вы можете сказать? Дмитрий. Но мне идет информация та, которая меня интересует. Если информация эта неинтересна, у меня нет телевидения. Светлана, а вы? Ну смерть и ужас, они на том месте явно присутствуют. Но вы это чувствовали? Смерть и ужас. Да. Очень хорошие показатели у вас. Я почувствовала то, что там не одна эта смерть была. Там периодически то, что такой перекресток, его там много. И причем, что очень много неожиданной смерти, вот особенно молодых там. Но именно это я почувствовала, но я не могла, потому что меня туда не пускали. Поэтому я, когда начала отходить, его душа как бы не отпускала. Просила там, ну, передать что ли, но не отпускала. Потом я уже начала. После того, как вы сказали, вот человек умер там, да, ну вот он сгорел. Ну идет оно, не могу. Почему вы плачете? Объясните, пожалуйста. Ту боль, которую человек на себя перенес, это я на себе чувствую. И мне от этого плохо. Вы пропускаете через себя? Да. Мало того, что пропускаю, если душа спокойно ушла, как бы это по воле Аллаха, он ушел, у него там все заканчивалось, это другое. Ты его легко можешь отпустить. А человек, когда к этому был не готов, и он мучился и от боли, это другое. Это ты на себя чувствуешь, это причем, что левую сторону берет. И все. Там место довольно энергетически очень тяжелое. И оно постоянно запрашивает жертву. И вот та ситуация, которая произошла весной, которую мы сейчас обсуждаем, она не единственная здесь. Оно просто просит, там все время что-то, вот Буля сказала, там все время что-то происходит. Мы не обещали вам легких заданий, но и не мешали вам в этот раз. Победитель на данном этапе вы, Денис, вы будете в этот раз назначать людей. Каждый из вас пусть подумает над своими ошибками. Наше шоу позволяет вам исправить все ситуации и доказать, что шарлатаны – это не про вас говорят. До следующего испытания. Задание. Определить, кто из этих людей был на месте происшествия. Все. Двое. Один. Или никто из статистов не видел это ЧП. Дмитрий, вы провалили прошлое задание. Я даю вам еще шанс реабилитировать себя, показать себе все свои способности. Перед тем, как вы уйдете с проекта. На задание отдается, как всегда, 10 минут. Пойдемте. Время пошло. Вы будете использовать карты? Да, карты Таро. Карты Таро. Можете прикасаться, можете спрашивать имена. Что это у нас? Получается, что как вот человек видел смерть. То есть вот эту ситуацию. Даже карта выпала смерть, да? Да. У той девушки выпало, что тоже вроде как, тоже как карты. То есть я спросил, видела ли, была ли она участницей этой аварии, либо видела ли она смерть. Сразу у нее выпали карты, что да. Очень яркие карты, что да. И вот у мужчины выпадают то же самое. Можно еще девушку? Пожалуйста, у вас есть много времени. Как ее зовут? Как вас зовут? Жан. Жан. Айжан. Карта перевернута. То есть не видел? А, не видел. Не видел. Не видел. Вот эта девушка. Да. У меня вот получается, вот этот парень, вот эта девушка. У этой девушки я вижу четко слезы. Вот четко вижу у нее слезы, переживания. Слезы. Складывается такое впечатление, может быть там кто-то из ее близких был. Десять минут. Время прошло. Мне кажется, вот парень был. Все, я склоняюсь, что все-таки парень был. Это ваше решение? Да. Вы отработали? Спасибо вам. Пойдемте, я вас провожу. Как вас зовут? Костю. Так. Вас как зовут? Эйди. Можно я вас возьму? Две руки дайте. Вы проходили по правой стороне улицы и обернулись на шум. Так же вы видели, вы стояли и смотрели, как приехала скорая. Вам до сих пор страшно, потому что иногда вам снится. Вы чувствуете себя на месте этого человека. То есть вы хотите сказать, что он прочувствует эту ситуацию через себя? Да, вот здесь у него страх. В районе солнечного сплетения? Да, потому что он просто шел и увидел. То есть он не является родственником, просто какой-то очевидец, да? Ну, родственной связи не могу сказать, но он очевидец. Потому что вот просто я вижу, как он поворачивается и смотрит. И вот это действо и ужас, я слышу от этого молодого человека ужас. Девушки, это нет. Время пошло. Просто здесь находится еще тюрьма? Ну, они все больные в тюрьме. Почему-то, когда я в прошлое задание смотрела, за мной показывают, как это. Больных. Мне показалось, что это больница. Как будто она чисто отсюда проходила, ее попросили поучаствовать. Волнение. Какая хана работает. Еще раз посмотрю. Вы прям так по-боевому настроены сейчас. Эта девочка, как бы вот, есть общее, как бы, общение, как может, друзья. Ну, где-то вот, как будто она вот чисто случайно попала сюда, не знаю. Но больше идет от него информация. От этого человека? Что идет? Его ощущение такое, как будто он здесь работал, либо в виде... Ну, он как, помимо того, что он очевидец, он либо вот рядом работал или что. Потому что он рядом стоит. Рядом именно с тем местом, где произошла вот эта трагедия. Да, чуть, возможно, ниже моста, либо рядом с мостом. Недалеко. Ну, эта девочка недалеко живет. Она тоже, как бы, вот, в курсе была, как бы, сам момент вот этого падения. Вот это все не увидела, но, может, попозже подошла. То есть, ну, это долго, пока там асфальт нет. Да, да. Она, как бы, тоже, естественно, в курсе, как бы, но такое ощущение, как бы, между ними связь. Между девочками. Это как подруги. Хорошо. Все. Вы закончили? Да. Мы принимаем ваш ответ. Спасибо. Благодарю вас. Десять минут. Имена спрашиваем можно? Конечно. Можно ваше имя? Включеные? Нет. Можно ваше имя? От того, что человек крещённый. Перед Богом, перед другим именем. Мусульман тоже такой есть. Им в ушко кричат. Его второе имя. Так, в ней страха не чувствуется. Я смотрю тот момент, который был, и пытаюсь просмотреть, в тот момент она там находилась, не находилась. То есть, в тот момент многие люди почувствовали какой-то определённый страх или какой-то испуг. Ну да, то есть, это никогда не уйдёт из человека, да. То есть, это запоминающий такой фрагмент жизни. Так, страха я у неё не чувствую. Вот эта девушка вроде бы была. Как-то вот так идёт. Что-то рядом. Вот как-то она присутствовала. Всё-таки остановлюсь на этом, что она присутствовала. Хорошо. У него что-то с дорогой связано, не пойму. Какая-то опутаница идёт. В тот момент находись и не находился. Эффект магнита. Притягивание такое какое-то у него идёт. Вот не скажешь, что он тут в тот момент присутствовал, не присутствовал. Но как-то он с этим местом где-то вот тут в окружности, в общем, связан. Ага. То есть, вот так. А вот эта девушка как-то не идёт, что она в тот момент присутствовала. Понятно. Та девушка, Кристина наша. Про этого участника. Всё-таки я остановлюсь на том, что первоначальная информация шла, чтобы с тебя не сбиться, как бы сказать, не сбить, не уйти куда-то влево-вправо. Всё-таки она в тот момент находилась где-то поблизости. То есть, она видела эту, как бы сказать, ситуацию, как это всё происходило. Она стояла по левой стороне, как бы с левой стороны. Возможно, на перекрёстке или где-то рядом. То есть, на тротуаре. Ещё одна просьба. Сосредоточьтесь и не включайте интуицию. Можно вашу энергию? Вы можете прикасаться к человеку. Можно ваша энергию? Здесь нет человека, который непосредственно вот имеет отношение к тем людям и вот к этой трагедии. Здесь нет этого человека. Такое ощущение, что вот эти двое людей не видели. Девушка точно ничего не видела. У меня есть вот ещё вот сомнения по поводу молодого человека. Решать вам, мы ждём. Не торопитесь, у вас восемь минут. Мне кажется, что молодой человек был очевидцем трагедии, но он не видел, как бы он видел последствия уже с самого вот этого момента, когда это произошло. Но я не вижу, чтобы там были кто-то знакомы или друзья. Я нет, только как очевидец. То есть он может быть как очевидец, вот так считается. Да, только очевидцем. Я считаю, что может быть только очевидцем. Да я ещё хочу всё-таки к девочке вернуться. Но здесь нет. Можно ещё раз вот так. Посмотрите, совсем молодая девочка. Отсюда я не получаю вот того вот состояния, вот с места трагедии отсюда я не получаю от девочки эту информацию. Именно от молодого человека почему-то. Хорошо. Это ваше окончательное? Да. В этот раз никто из вас не оказался прав. Эти люди статисты. Мы их нашли за два дня до этих съёмок. Человек, о котором вы думали, Эдир, вводил в заблуждение практически вас всех. Оказывается, этот парень очень умело может создавать в голове какие-то образы. Не знаем, откуда у него этот дар или какая-то учёная степень. Но ближе всех оказались вы, Денис. Не знаю, помогает вам крест или майка с вашим именем. Так и дерзайте. Продолжайте в том же духе. Дмитрий, с вами мы встретимся через две недели. А всем остальным до свидания. До встречи. Теперь вы поняли, почему мы в начале программы говорили о Таиланде. О коммуникациях, проведённых над землёй. Возможно, в этом есть доля правды. А теперь новое задание для вас. Посмотрите на эту зарисовку. Какая цифра скрывается под автомобилем. Смотрите внимательнее. Внимательнее смотрите. Включите ли вы свои экстрасенсорные способности или обычную логику. Решать вам. Ваши ответы присылайте к нам на сайт. Если не успели рассмотреть, этот выпуск уже есть в интернете. Смотрите в следующем выпуске. Ну я не чувствую, чтобы вот негатив был какой-то. Вот именно вот положительные энергии идут вот именно на созидание, на создавание чего-то. Мне почему-то вот идёт такое. Что-то наподобие как могила, не могила. Как-то вот что-то с этим связано. И смерть, и радость, и печаль, и грустно. Как будто люди играют. Ну это не кино, а... Ну играют они вот как на сцене. Субтитры создавал DimaTorzok